Он в таком режиме, в котором я никогда его не видел. При таком интенсивном графике я смиренно смотрю, через какие условия он проходит, чтобы все это случилось. График меняется. Каждый день что-то новое. Мы стараемся улучшить что-то или передвинуть. В основном все больше и больше добавляется, потому что он знает, что такое бывает раз в жизни. Как только он сходит с мотоцикла, он сразу же участвует в мероприятиях, дает интервью. И чего люди не видят, так это то, что происходит за сценой. Он на личных встречах, на телефонных звонках, просматривает документацию или готовится к мероприятиям, которые пройдут в разных странах. Он разговаривает с потенциальными контактами. Он работает с утра до ночи. Видеозвонки, зум-конференции, иногда прямо во время поездки. Невероятно, как много он может делать одновременно. Ведь звонки требуют определенной концентрации. Я просто не знаю, откуда он берет энергию. Сейчас он спит около трех часов в сутки. С каждым днем он ест все меньше и меньше. Был случай, когда он ехал из Италии в Женеву. Был тяжелый день. Долгий путь. И он должен был сразу же начать встречи, промокший до нитки, замерзший. Ничего не ел. Очень часто он не ест вовремя. Ест слишком рано или слишком поздно. А потом он слезает с мотоцикла после двух-трехчасовой поездки под дождем, танцует и решает поиграть с нами в футбол. Действительно вдохновляет то, чего может достичь человек. На публичных мероприятиях он тоже полон энергии. Он отвечает людям. Он хочет отдавать. Но мы забываем, что он выкладывается по максимуму. Помимо этого, еще столько всего происходит в Индии, в США. Ведь он должен управлять фондом. К нему обращаются совсем, что не работает. Когда командам нужны рекомендации, они обращаются к нему. Легкость, с которой он справляется со всеми ситуациями, которые могли бы стать нервотрепкой для любого другого. И это вдохновляет быть таким каждый миг нашей жизни. Для нас это вдохновение, чтобы разрушить наши ограничения, наше отождествление и быть на пике того, кем мы можем быть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова